Всем привет! В эфире Дети Асфальта! Мы сегодня находимся в потрясающем месте, это булнический зоосад. А вот интересно, спит ли медведь Федька? Что кушает тигра Артемка? Появились ли верблюжаты у Джамал и его подружки? И какую песню нам сегодня споет морал? Какой морал? Морал. Смотрите Дети Асфальта! Реконструкция Первомайской, открытие Шмидтовского моста и подготовка к ремонту моста через Днепр. Актуальная транспортная тема в репортаже наших корреспондентов. Подарок герою. К столетию со дня рождения одного из защитников Могилева, генерал-майора Михаила Романова, открыли его бюст. Лева из Могилева. Бронзовый царь зверей. Новый символ города. Получил прописку в областном центре. Худышки-пампушки. Размер плюс против излишней худобы. Могилевчане рассуждают о красоте. Он задерживает страшные сны и пропускает только добрые. Делаем своими руками индейский оберег, ловец снов. Оказывается, наш мозг часто дурачит нас. Уже доказано, что зачастую он воспринимает вещи иначе, чем реальность. И надеемся, что наш городской блок не введет вас в заблуждение. Пожалуй, самая значимая новость для Могилева на этой неделе – седьмой международный инвестфорум принимает областной центр. А на днях здесь же прошел и десятый белорусско-литовский форум. Международный инвестфорум «Могилевская область. Пусть к успеху» открылся пленарным заседанием, во время которого участники подписали семь инвестдоговоров и пять протоколов о намерениях на сумму более 500 миллионов долларов. Интерес со стороны иностранных и отечественных инвесторов к Могилевской области стабильно растет. Могилевские дорожники рапортует о готовности к зиме, пока дорожная служба вступила в круглосуточный режим работы. А к первому гололеду на дороге выйдет и новая техника. Сейчас на Могилев-Автодоре подготовили песчано-соляную смесь техников боевой готовности. Пока дорожники работают на профилактику. Самая большая проблема – перепад температур с плюса на минус. Проблемные участки дорог, мосты и низины контролируют с помощью видеокамер. Попасть терапевту или на УЗИ в Могилеве теперь можно без очередей и талонов. Альтернатива частным клиникам. Центр договорных медицинских услуг открылся на базе Центральной поликлиники Могилева. Здесь современное оборудование, приятный интерьер, квалифицированные врачи. Есть и такая услуга, как личный терапевт. В год мужчинам нужно заплатить полтора миллиона, а женщинам миллион семьсот. И желающие уже есть. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. В Могилеве прорабатывают идею создания мини-парома через Днепр. Появление небольшой площадки позволит отдыхающим перебираться через реку от гостиницы «Турист» на противоположный берег в парковую зону. Сейчас в этом районе строится причал на три катера места. И городские власти не исключают возможность создания мини-парома на противоположной стороне реки. В скором времени подготовят и необходимую документацию. Хоть на дворе еще и ноябрь, но первые маячки нового года уже появились в Могилеве. Скажете, рано? Может быть. Но ожидание сказки и чего-то волшебного, праздничного, согласитесь, как-то приободряет. А вот интересно, вот эта вот мельница работает? Знаешь что, Кристина? Любопытная Варваре на базаре нос оторвали. Чтобы не лишиться вот этого замечательного носа, узнать какую-то нужную информацию, посмотрите-ка рубрику «Кулуары». Можно ли водить автомобиль в линзах, если на права фотографировался в очках? На водительское удостоверение нового образца все граждане фотографируются без очков. Если же у вас все-таки водительское удостоверение старого образца и вы сфотографированы в очках, придите в ГАИ и поменяйте их на водительское удостоверение нового образца. Слышал, что в Могилеве появились древние рыцарские доспехи. Пожалуйста, расскажите об этом подробнее. Так, у нас у музея истории Могилева выставляются доспехи, які были знайдены летом 2013 года на дне раки Вихра, гэта под Мстиславом. Теперь они будут у нас у постоянной экспозиции. Гэтые доспехи належали белорусскому рыцару, который загинул хоть за все 4 листопада 1502 года в битве под Мстиславом, калі амстиславское рыцарство змагалося супрать войску московской державы. Доспехи мають уникальную вартость для нас, таких подобных доспехов нема не дзе в Сходній Европе. Справотым, што гэта доспехи сяреднега рыцара, сяреднега позаможнасті рыцара, які отпобідаюць тагачасным рыцарским узорам Заходній Европы. Захаваліся фрагменты кальчуги, панцырь, гэта значыць кераса передній і задній астенкі, шлем з элементами хвоста, шпоры, ну і некаторые інші элементы. Слышала, што существует диск белорусской анимации, где її можна приобрести? Такі диски є. Це диски анімаціонних фільмів, білорусських анімаціонних фільмів, на которых записані самі лучші автори наші. Александр Ленкин, Владимир Питкевич, Татьяна Кублицка і багато інші інші автори, які представляли свої мультипликаціонні фільми на нашому фільмі анімацій, анімаївка, в 2014 році. І такі диски ви можете приобрести в господарських кінотеатрах міста Могилєва. Могилєва В нынешній році в Могилєві зробили серйозний шаг в рішенні транспортні проблеми. Во-первых, начали і закінчили реконструкцію уліці Первомайська. І во-вторых, наконец-таки Шмитовський мост получив вторе рождення. Ну і совсем скоро мост через реку Днепр. Тоже будуть реконструювати. ДНЕПРОВСКОГО МОСТА Вот, наконец, все позади. Видимо, объем работ вроде он и небольшой, да, но, скажем так, кто производил работы, кто проектировал, ввел объект, тот знает, что на самом деле объем работ проделан колоссальный. По сути, это практически новый мост. А вот на реконструкцию улицы Первомайской потребовалось менее полугода и 56 миллиардов рублей. Здесь были задействованы четыре подрядные организации. Новый трехслойный асфальт, канализация и ливневка, бордюры, ограждения, тротуарная плитка, светофоры, освещение. Улица преобразилась. В лучшую сторону. Учитывая, может, от того, что давно не было, а может, от того, что сделали хорошо. Я считаю, что вполне достойные качества. Конечно, довольна. Я вижу, вот вышла на остановке, так красиво брусчатка там новая положена. Ну, мне кажется, хорошо все. Минимум 20 лет. Таков гарантийный эксплуатационный срок реконструкции на Первомайской. Такая же гарантия и наш Митовский мост. Могилевским автомобилистам, да и просто горожанам жить стало хоть немного, но комфортнее. А ведь не просто так мы сегодня находимся в Буничах. Ведь у этих мест проходили оборонительные бои Могилева. И в них участвовал известный генерал Романов. К столетию Михаила Тимофеевича на днях в Могилеве открыли бюст. И, как ни странно, на пересечении улиц Челюскинцев и Романова. Генерал-майор Михаил Романов вписал свое имя в историю города еще в 41-м во время обороны Могилева. Позже в его честь назвали одну из улиц города. Теперь вот появился и бюст герою. Воспитывались на книгах, то, что написала Мария Ефимовна, это жена Флата Могилева. Каково это, когда твой прадедушка герой? Настоящий, не киношный, а вот такой реальный? Я это понял только сейчас, когда оказался здесь, на самом деле. Это было очень трогательно. А вот внимание, я не привык. У нас на родине, конечно, Михаила Тимофеевича не знают, так как его знают здесь. На открытие бюста прадеда приехали родственники героя. Они хоть и не носят фамилию деда, но память о нем хранят до сих пор. Мы выполнили многолетнее обещание людям о том, что люди, защитники Могилева, внесшие такой неуценимый уклад, память их будет увековечена. Поэтому для меня я сдержал слово, которое давал еще на прежние должности. Для поколения современного личность Романова имя скорее знакомое по учебникам и фильмам. К слову, именно с него писали образ комдива Алексея из Днепровского рубежа. Я вообще не являюсь жителем Могилева, но когда на первом курсе изучали историю, там мы изучали то, что он защищал, воевал. Вы о Романове, генерал-майоре, знали что-то до этого? К сожалению, нет. Будет повод загуглить сегодня? Да, в принципе. Благодаря ему вот мы радуемся свободе, радуемся жизни. Открытие бюста Романова – одна из городских акций, отметили организаторы. И в этой истории будет продолжение. Вот у зоосады есть Тигр Артем, а в Могилеве, не поверишь, Миша, есть теперь свой лев, и знаешь, как его зовут? Лева. Двоюродный брат нашего Артема. Это вот был Лева из Би-2, который Лева из Бобруйска. А теперь у нас есть Лева из Могилева, причем бронзовый. И очень такой внушительный. Бронзовый лев по кличке Лева в городской пейзаж писался сразу. Улица Миронова – центр города, а значит, пробегая по своим делам, нет-нет, да и остановишься у Левы. Скульптура камерная, но современная. Сам персонаж – идея мэра Могилева Владимира Цумарева, а скульптор Андрей Воробьев воплотил образ. Задумка была такой – Лева – настоящий могилевчанин и патриот своего города, а если точнее, участник команды – Могилев, как и все мы. Лев этот одет в майку. Майка, которая, в принципе, символизирует, что он является жителем города Могилева, и герб города Могилева у него размещен на этой майке. Я думаю, что любой могилючанин, который погладит Лева за грудь, за герб, то, конечно, это принесет ему добро, я думаю, и счастье. И то, что сюда будут идти постоянно люди, и дети особенно, это без всяких сомнений. Это еще одна изюминка, которая есть в нашем городе Могилеве. Хотелось бы, чтобы таких изюминок было больше. Андрей Воробьев над скульптурой работал несколько месяцев. Лева – персонаж современный, следящий за собой. Маечка, штанишки, аккуратно зачесанная грива и косичка, заплетенная из той же гривы. Наш персонаж живет в гармонии с цивилизацией и природой. Цивилизацию символизует сотовый телефон, по якому он телефонует маме в далекую Африку. А природу – две птушки, которые ведут, не зважаючи на дикий характер льва, сдавался свой птушинный диалог. Царя зверей специально делали соизмеримым человеческому росту, чтобы удобнее было фотографироваться. И не прогадали, новый объект могилевчане и гости города оценили. Чем нравится? Необычно, а вот это вот похоже, как в Питере чужий пыжик. Как вам лев? Оригинальненько, оригинальненько. Очень хорошо так. Свежо. Только что-то мелковато. Да, мы не можем больше. У каждого города должна быть своя фишка, наверное, и пусть это будет одно из интересных фишек нашего города. Красиво. Как бобруйский бобер стоит. Вот так у нас теперь будет лев стоять. У каждого города должен быть символ. Вот у нас нигде льва не было такого. Теперь будет. Да, классно. Откроем вам небольшой секрет. Еще не один персонаж получит прописку в нашем городе. У меня еще в кабинете есть две тоже скульптурные композиции. Одна из композиций, которую мы предполагаем разместить на площадке, прилегающей к нашему театру кукол. И вот над этой идеей мы уже работаем. В принципе, про это с методокументация у нас разрабатывается. И есть еще одна скульптура. Это ворона с сыром. Которая тоже, я думаю, что в ближайшее время будет размещена на одной из улиц нашего города Могилева. Все-таки малые скульптурные композиции обогащают Могилев, делают его неповторимым. Но Алева теперь вполне может претендовать на новый символ города и звание общенародного любимца. Ты знаешь, нашему Джамалью, я смотрю, верблюду из-за осады, нравится девушке, что пофигуристи. И вот эта подружка, она как бы в полтора раза, по-моему, крупнее его. Это нормально. Это нормально? Такая Дженнифер Лопес, верблюжья с горбами красивыми. Кстати, в вопросе следующем, который мы спросили Могилевича, мы поговорили о худобе, о толстушках, о пампушках и о худышках. Какой лучше быть? Или каким? Я думаю, лучше быть такой, какая ты себе нравишься. Вы когда-нибудь худели? Худела, конечно, обязательно. Дети сидела. Худеть не худела, но за весом следила. Я тоже была такая. И как ощущение? Не из лучших. Да, далеко не из лучших. А скажите, может ли быть человек красивый и при этом не худший? Может. О, конечно. Кому проще жить, как вы думаете, все-таки худым или пухленьким быть? Пухлым. Они веселые. Они всегда забавные, они всегда довольные, они не следят за своей фигурой, их все устраивает, они всегда сыты. Быть худым – это модно. Нет, я так не считаю. Нужно быть стройным, а не худым. Они просто срочно идти за модой, и все. А вы считаете, это модно или все-таки нет? Нет, это некрасиво. Какие девушки вам больше нравятся? Худые или все-таки пухленькие? Средненькие. Красивые. Все одинаковые. Средненькие. Они не имеют значения, на самом деле, их объем. То есть форма и размер – это не главное качество женщины? Безусловно. Как видите, мой тезка не спит, а даже не помышляет о спячке. Погода пока хорошая, вольер большой, я бы в таком вольере зиму бы перезимовал. Да, медведю повезло. А вот, между прочим, на днях благотворительный концерт театра студии «Радуга» прошел. Ребята организовали его, чтобы помочь четвероногим бродяжкам. Я не хочу, чтобы животных убивали там, не заботились о них, били их. Дети против жестокого обращения с животными. С таким призывом во всех учреждениях образования области прошла акция Центра детского творчества в поддержку бездомных животных. Ребята рисовали мурзиков и тузиков, делали творческие отчеты, помогали четвероногим, чем могли. Ну а как ты думаешь, вот почему нужно бездомным животным помогать? Потому что это они не виноваты, что их выгнали из дома, и им надо помогать, после того, что они не умерли с голодом. Если котик какой-нибудь ходит, я бросаю ему колбаски, наливаю молоко. Птичек я кормлю хлебом, зернышками. Я пришла в театр, и им кинула денежку. Я ухожу за птичками, я делаю им кормушки, домики, и им на спой хлебушка. Мы защищаем животных, они маленькие, и они могут защищаться от других всяких больших животных. Очень много наблюдала, что возле магазинов люди очень многие покупают и сосиски, и вот сразу же выходя, отдают животным, то есть подкармливают. О том, что все усилия волонтеров и инициаторов были не зря, говорить можно уже сейчас. Чтобы помочь бесприютным насчет общества Доброе сердце, материальные средства перечисляли школами. Я присутствую уже второй год и поражена тем, что очень дети подготовлены. Они понимают, что если они в детстве будут любить животных, помогать им, они и в возрасте взрослым, подростковым будут такими же добрыми. Если наши сегодняшние дети не будут любить животных, к чему придем? Если первое время работы, которые присылали, это было в основном рисунки, фото, сочинения, то в этом году проводили флешмобы, митинги, кинолектории. Там, значит, тоже концертные программы, прошли такие маленькие небольшие акции, значит, подарим коту сосиску, мешок Добрана собираем. То есть вот, в общем-то, в ходе этого уже начали поступать даже с районных центров деньги на счет Могилевского общества защиты животных. А итогом акции стал уже традиционный благотворительный концерт театра студии «Радуга». Девчонки знают, ради чего выступают. Быть в ответе за тех, кого приручили – не обязанность, но проявление гуманности. Нельзя вот так вот. Вот увидел собаку – это собачка, мне надо ее забрать. Надо вот смотреть, как, сможешь ли ты ее держать, получается, кормить сможешь ее, тратить на нее деньги, получается. Если ты ее потеряешь, тебе придется что-нибудь отдать из себя, получается, за своего питомца, получается, надо быть готовым на все ради своей зверюшки. Хотим призвать всех Могилевчан, чтобы они заботились о тех, кого приручили, потому что это очень важно. Это свое животное – это как частичка себя. Некоторые люди, может быть, вдохновятся и возьмут одного животного, может, даже многих возьмут бездомных. И я очень надеюсь, что многие бездомные собачки, кошечки, крыски обретут дом. Билет на концерт был бесплатным, но каждый посчитал своим долгом перед братьями меньшими передать корм или положить в ящик купюру. Все-таки мир не без добрых людей. Хотелось бы, чтобы их было больше. Я слыхал у страусов мозг меньше, чем глаз. И вот из перьев мне очень нравится, если такая вещица ловит сыном. У меня такая есть, между прочим. Да? Да, реально помогает. Вы не снились, кошмар добрый, да? Можно я воспользуюсь страусом, перьями и палочками и делаю своими руками? Не, не надо, Миша. Я думаю, все-таки в нашем сюжете тебе расскажут, как обойтись без трусиных перьев. Да? Угу. Ладно. Проснулись, потянулись и улыбнулись. А все потому, что вспомнили добрый сон. А чтобы сны всегда были добрыми, вам просто необходим ловец снов. Сегодня мы делаем ловец снов. Это индейский талисман. Индейцы верили, что плохие сны путаются в паутине, а хорошие проскакивают между отверстия посередине. Плохие сны ловец снов обязательно прогонит. Главное в это верить, говорит Екатерина. Ну и правильно его сделать. Поэтому начинаем с каркаса. Мы используем маленькое пяльце и обматываем его плотной хлопковой ниткой. Теперь плетем паутинку, в которой и будут путаться плохие сновидения. И чтобы действительно путались, нитка должна быть прочной, как нить и рис, например. Закрепляем ее с помощью узелка на каркасе. И начинаем делать петельки. Система, знакомая всем, кто хотя бы раз обметывал ткань. Мы закручиваем нитку вокруг пяльца. Расстояние от начала где-то 2-3 сантиметра. А разнообразят нашу паутинку цветные бусины. Обязательно нужно использовать бусины. Индейцы верили, что бусины и перья внутри самого ловца снов на паутинке, они, собственно, и задерживают эти злые сны. Петелька за петелькой пора бы и остановиться, а именно тогда, когда в середине останется отверстие диаметром около 2 сантиметров. Для того, чтобы хорошие сны смогли пролететь, не запутаться за паутином. Паутинка готова. Следующий этап. Перья, перья и еще раз перья. Под бусину мы нанизываем перышки. Завершающий штрих. Пучками из перьев декорируем наш ловец снов. И вот, наконец, ловец снов готов. Сверим часы. На все про все потребовалось около 2 часов. Самое долгое время потребовалось на сам каркас, также приготовить бусины с перьями. На самом деле на это тоже уходит много времени. Но еще больше времени уходит на подбор цвета и аксессуаров. Ведь полет фантазии нельзя ограничивать временными рамками. Да и оберег от плохих сновидений затраченного времени точно стоит. Всегда ваши дети асфальта желают вам только сказочных и только добрых снов. Ой, осторожней, Мишенька. А то мы ведь так с тобой передачу-то не закончили. Просто я на что-то поленье произносим. О! Знаешь, как это переводится? Я знаю, я знаю. Это он по олене так зовет нас на культурные новости Елены Стребковой. Точно. Еще раз! Всем культ-привет! Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни. В Могилевском областном кукольном театре 8 ноября можете увидеть сказку «Бука» в 10.00 и постановку «Дикие лебеди» в 12.00. 9 ноября в 12.00 поучительная история «Кошкин дом». 13 ноября в Могилевском областном драматическом состоится премьера спектакля «Влюбись, не глядя». Постановку в интригующем жанре «Шоу Маст Го Он» можно будет посмотреть каждый день до 16 ноября, включительно в 18.30. Концерт «Любови Успенская» пройдет по Дворце культуры области 14 ноября, начало в 18.30. Елена Степаненко выступит на сцене ДК области 23 ноября, начало в 18.00. Вместо Хэллоуина, который отмечался на прошлой неделе, могилевчане и гости города отмечали древний славянский праздник богини судьбы, плодородия и семейного очага Макош. Оказывается, могилевчанки умеют вязать шаль судьбы, гармонии, любви и блага. Вот она. Таким образом восхваляется покровительница женского начала и счастливого замужества Макош. Каждая ниточка, вплетенная в этот шарф, очень символичная, то есть обозначает некий цвет. Красная, соответственно, вплетает любовь, белая вплетает духовность, голубое умиротворение, то есть каждый выбирает ту ниточку, которую ему по душе. А в качестве апофеоза праздника организаторы предложили один из главных обрядов славян. Сегодня Могилевский кинотеатр «Родина» отмечает свое 75-летие. Строительство одного из самых любимых и посещаемых могилевчанами кинотеатров было начато в 1938 году и завершено в рекордно короткие сроки. На возведение здания ушел всего один год. Открытие состоялось 6 ноября 1939 года, премьерой фильма «Светлый путь». Несмотря на свой солидный возраст, кинотеатр «Родина» сегодня значительно помолодел. Только за последний год посещаемость увеличилась почти в два раза, а с недавних пор его визитной карточкой стал международный фестиваль «Анимаевка». Эхо Великой войны в Могилевском центре внешкольной работы. Не пугайтесь, речь идет об одноименной выставке, которая посвящена Первой мировой войне. В экспозиции информационные стенды и солдатское обмантирование. Дети рассматривают выставку с любопытством. Здесь можно узнать проход войны на территории Европы и Беларуси, посмотреть на карты боевых действий. Интерес у детей прежде всего к экспонатам. То, что можно потрогать руками, это нормально. И для них, по большому счету, ну я имею в виду детей там 14-18 лет, для них по большому счету, что Первая мировая, что Вторая мировая, разницы большой нет. Они воспринимают это прежде всего через то, что можно потрогать руками. Выставка «Эхо Великой войны» до сих пор экспонировалась в четырех могилевских школах. А в центре внешкольной работы она поработит еще неделю. Потом отправится в Национальный исторический музей. После чего снова продолжит путешествие по могилевским школам. Близится реконструкция площади Славы. Пока никаких конкретных сроков и проектов нет. Горисполком предлагает жителям областного центра выразить свои идеи относительно будущего облика и концепции обновленной площади, элементов ее оформления. Соответствующий конкурс скоро будет объявлен. Пока точно известно, что во время реконструкции обязательно будет отремонтирована лестница, ведущая в сторону улицы Челюскинцев. А на этом у меня все. Редакция Культивижн будет следить за всеми культурными событиями Могилева. Ну а я с вами прощаюсь и желаю новых культурных открытий. Хорошо погуляли сегодня, правда, Миша? Я всем советую гулять в Могилеве и в засаде. Очень классно, пока спячки у животных нет, пока не зима. Они все мудрые и веселые. А я вот по такому случаю, раз уж нахожусь между двух мишек, загадаю желание. Я скажу тебе, что там еще не третий Федор сидит, поэтому сразу можно загадывать желание вслуха, но сбудется точно. Ну что ж, я загадываю встретиться в следующий четверг. Сбудется обязательно. Трем лапы на всякий случай. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...